Этот беспредел уставают всего 6 человек. Если кто не знает эти фамилии, я назову Мамин, Скляр, Атанкулов, Лаврентьев, Смогулов, министры экологии и, конечно, стоящий акционер за ту урок, Алия Назарбаев. 6 человек, 6 человек, нас сотни тысяч, мы не остановимся. Общий привет, до старш, с вами я, Вадим Борейко и канал Гиберборей. Мы находимся в казахстанском пресс-клубе, и сегодня здесь пройдет не обычная пресс-конференция, а пресс-митинг. Организатор группа нет у Тельсбору. С июля этого года группа пыталась 6 раз провести митинг и 2 раза автопробег, посвященный проблеме у Тельсбора. Но 6 раз получала отказ от Акимата на проведение митинга и 2 раза на автопробег. Это были официальные отказы. И, отчаявшись провести акцию на открытых пространствах, группа нет у Тельсбору прибегла вот к такому необычному формату. Сославшись на то, что закон о митингах не регулирует собрания в закрытых помещениях. Народ собирается, скоро все начнется, а вы пока подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках канала Гиперборей. Ставьте лайк, пишите комменты, делайте репосты и присылайте донаты. Всем, кто уже прислал или еще пришлет Копрахмет, огромное спасибо. В Сбергемис мы делаем Гиперборей вместе. Начинаем. В Сбергемис мы делаем Гиперборей вместе. Прошло 5 лет, уже 6 год, как собирают утилизационный сбор. Тогда все эксперты говорили о том, что будут негативные последствия. И вот этого времени уже достаточно для того, чтобы провести анализ и понять, что на самом деле все сферы жизнедеятельности общества, все сферы экономики получили действительно негативную такую оплюху. Автомобиль на сегодняшний день стал недоступным. Второе. Автомобильный парк – это кровь нашей экономики. В первую очередь сельское хозяйство, сельхозтехника. Она подорожала более чем в два раза. И вы думаете, что бизнесмены, которые занимаются сельским хозяйством, они за свой счет это покрывают? Нет. Они все это включают в стоимость конечной продукции. Третье. Индустриальная политика. Нет никакой индустриальной политики. Вот уже год я показываю, прикладываю фото, видео, как завозят через границу в готовом виде автомобили, автобусы, сельхозтехнику, прикручивают колеса и выдают за казахстанское. Конечно, это выгодно для нашего правительства, для того, чтобы сказать, а вот мы вот развиваем нашу автомобильную промышленность. Слушайте, ну кого вы обманываете, эти же деньги все равно уходят за рубежище, мы целиком привозим продукт оттуда, соответственно, все деньги наши просто уходят туда. Поэтому это полный обман. Четвертое. Это высокая коррупция. Автопром после сельского хозяйства занимает второе место по госсубсидиуму. Если сейчас копнуть мин индустрии и весь автопром, то можно будет увидеть, что на самом деле они переплюнули минсельхоз. Только почему-то наши соответствующие госорганы, видя и зная все это, просто ждут отмашки. Пятое. Нам всегда говорят, что утилизационный сбор – это необходимость во благо экологических целей. Какие экологические цели? Поднимите национальный доклад за 2020 год по состоянию окружающей среды в Казахстане. 10 городов ключевых наших поднимите, какая ситуация с экологией. И не последнюю роль в этом сыграли автомобили, потому что автомобильный парк устарел. Потому что старых автомобилей стало больше на 200 тысяч. Вот это и есть что-то достижение нашего утилизационного сбора. Уважаемые друзья, участники, все те предприниматели, бизнесмены, которые сегодня пришли здесь. Вот я хочу сказать, вообще что вы здесь делаете? Вы должны заниматься бизнесом, вы должны платить налоги. Вместо этого вы занимаетесь политикой. Вот к чему нас вынуждают. Нас сотни тысяч. Мы подписали петицию буквально за две недели. 150 тысяч человек подписали петицию. На 150 тысяч, а это беспредел, уставают всего 6 человек. Если кто не знает эти фамилии, я назову. Мамин, Скляр, Атанкулов, Лаврентьев, Смогулов, министры экологии. И, конечно, стоящий акционер за ту урок Алья Назарбаев. 6 человек, 6 человек, нас сотни тысяч. Мы не остановимся, не падайте духом. В 2022 году мы усилим работу в этом направлении. Надо будет, мы будем создавать политическую партию. Поэтому я хочу сказать, что мы даем, и это ультиматум, это ультиматум, и пусть мамин услышит, мы даем месяц этому правительству, и если в течение января месяца это правительство не примет соответствующее решение, не пересмотрит эту политику, то мы с 1 апреля начинаем процесс референдума. Мы объявим референдум, я уверен, нас поддержат. АПЛОДИСМЕНТЫ За весь период существования ров были утилизированы всего 220 тысяч автомобилей, что абсолютно метрный процент был в парке, который сейчас нас. АУЛЬЧАРВАШЛЫГО Министерином икоргенде 4-6 нәрббен жазылған НОСТРАН әрбұшылым сездустыр. Экономиканың драйверы АУЛЬЧАРВАШЛЫГО БОЛУГЕРЕК ТЕГЕН. Біз соғын барым сенеміз, сонымен жүмс шасаймыз. Бірақ на 2-3 жағынан келетті, біз доуслай аяғымыздан шалады. СМИШНО. Написано вот золотый миславами, драйверами экономики должно быть сельское хозяйство. Но когда приходят реалии, реалии совершенно другие. Государство, платя нам 25% субсидий, инвестсубсидий, этой рукой забирает утильсбор. И что это получается? И вообще пора назвать вещи своими именами. Это не утильсбор, это налог. Также мы с вами ее обязаны платить. А как нам тогда быть драйвером? Как нам конкурировать с китайцами, с теми? Уже смешно, мы не можем конкурировать с узбеками. У нас у фермеров априори нету такого, понимаете, сдать там трактор, комбайн или блуд, да? Вы понимаете, для нас вот каждая вещь, которая вышла, это на склад запасных частей. Мы ставим, и оттуда вот что-то словалось той техники, которую мы пользуемся, мы выкручиваем гаечку, там, хомут, лемех, еще что-то, мы ее дальше используем. Ни один фермер в жизни никогда не сдал утильсбор. Мероприятие с утильсбором, оно к аграрной среде, я могу говорить только за свою отрасль, да, за другую не могу, к аграрной среде оно не имеет никакого отношения, но имеет отношение к вам. На миллион тенге трактора подорожали, еще на 12 тенге включат НДС, и ваши продукты питания подорожают. И я у вас заранее прошу прощения, извиняюсь, мы не можем по-другому. Продукты подорожают. И это не наша вина. Пожалуйста, не пинайте бедного фермера, бедного отечественного сельхозтоваропроизводителя. Эта вина вот вам озвучили, я честно не знал, удивлен, вот вы знаете, кому обращаться. Спасибо. Почему такая афера вообще стала возможной в нашей стране? Если бы это было в каком-то другом государстве, уже давно правительство, президенты, все там имеющие к этому отношения ушли бы в отставку. Но в нашей стране вообще краеугольной проблемой является не только этот утилизационный сбор. Краеугольной проблемой является отсутствие власти народа, да, того, что власть как-то выбирает. Народ как-то выбирает власть. Абсолютно у нас народ не может выбрать ни депутатов парламента, они назначаются только одним человеком. А народ не может избрать правительство, народ не может избрать Акимов, народ не может даже выбрать президента, потому что, условно говоря, все эти выборы являются большой подтасовкой, тоже большим мошенничеством, в результате которого только выигрывают от этих выборов только определенные люди. В связи с этим и всем этим мы понимаем, что владеет одна семья в Казахстане, она управляет, она выбирает. И ввиду этого, поскольку власти народа абсолютно нет, нет отчетности ни правительства, ни президента, ни парламента перед народом, становятся возможны вот такие аферы и мошеннические схемы. В июне этого года правительство, несмотря на наши протесты, многочисленные совещания и так далее, ввело через сборную кабельно-проводниковую продукцию. Сделано это под благовидным предлогом якобы защиты окружающей среды и поддержки отечественного товаропроизводителя. Первый вопрос, почему правила стимулирования отечественных производителей составлены таким образом, чтобы выгодно это было только самым крупным, трем-четырем заводам. В Казахстане около 20 производителей кабельно-проводниковой продукции, так вот, 3 или 4 завода будут получать эти преференции, а остальные вырезаются с рынка. То есть очевиден факт, что на самом деле утеросборный кабель это то же самое, как с автопромом и с другими мерами. Это просто средство уничтожения конкуренции. Все. Мы много раз предупреждали, что когда утеросборный кабель будет введен, поднимутся цены. Ну это же просто, да, операция в сложение всегда приводит к увеличению. Лоббисты говорили, что нет, не поднимутся цены. Ну вот в июне месяце ввели утеросборный кабель, естественно, именно на величину утеросбора цены на рынке выросли. Для многих это непонятно, чем чревато повышение цены на кабель. Я вам скажу, все, что вы видите вокруг, построено с участием кабельно-проводниковой продукции. Вот в этих стенах замурован кабель. В тех приборах, которые вы держите в руках, есть кабель. За все это платим мы с вами. Плюс надо не забывать, что утеросборный кабель, это вообще, ну с точки зрения экологии, о которой так пекутся наше министерство, выполномоченное, это абсолютный абсурд. Вообще бред полный. Потому что, вот вспомните сами, где вы когда видели кабель в мусоре? Ответ нигде и никогда. Потому что кабель воруют, его выкапывают из земли, его срезают с опор линии электропередач, да, он до мусорки не долетает. То есть кабель на земле не валяется, соответственно, он не заграждяет окружающую среду. Причем здесь экология, господа? Экологию притянули за уши, да. То есть, причем сделано в Министерстве экологии. И вот по этой причине, что нет утеросбора на кабель ни в одной стране, да, по крайней мере, в пяти странах Еврозетства у нас отсутствует. У нас, правительство, наблевав на здравый смысл, да, на логику, вводит утеросбор на кабель. И для того, чтобы его ввести, они придумали, значит, другого слова не подберешь, обоснование. В общем, это обоснование сплошь состоит из ложных фактов. Я это заявляю открыто и публично. Вот это обоснование РВ, это полная липа. То есть, там написано, что в Казахстане, где-то, лежат, не знаю, там, куча отходов кабельных. Мы сколько раз писали в Министерстве экологии. Покажите, где, на каких неведомых смалках лежат кабельные отходы. Медный кабель. Представляете, где-то валяется, да? Я уже премиум пообещал даже этим «экспертом» отмен экологии. Во-вторых, они придумали еще термин «экологически безопасный кабель». Это что за зверь такой? Значит, во всем мире выпускают экологически опасный кабель, а наши, значит, доблестные соотечественники выпускают экологически безопасный кабель. Ну, полный бред. Я обращаюсь к правительству. Господа, оставьте рынок в покое. Рынок сам себя регулирует, да? То есть, рынок сам определяет, какой компании жить, процветать, а какой банкротиться, потому что она работать не умеет. Я являюсь представителем водителей, которые приобрели автомобили на иностранном учете. То есть, сейчас, в данный момент у нас происходит ситуация такая, что мы фактически лишаемся своих автомобилей, своего имущества, приобретенного за огромные свои заработанные деньги. А все почему? Потому что государство сейчас в лице МВД устроили настоящую охоту на нас, на водителей с российскими номерами. Создали какие-то списки непонятные за 88 тысяч машин. Непонятно, откуда взяты эти списки. Если раньше мы просили правительство, то сейчас мы требуем. Первое, это запретить водворение автомашин на штрафстоянке МВД с иностранными государственными регистрационными номерами, не состоящих на учете в странах ЕАЭС. Кроме этого, необходимо легализация с иностранными номерами, в том числе с праворульным управлением, везенных на территорию Казахстана и стран ЕАЭС до 8 ноября 2021 года. Снизить ставки сбора первичной регистрации и утилизационного сбора до уровня европейских ставок. Я являюсь подписчиком группы «Нет утилизбору» в Фейсбуке. И объясните, пожалуйста, что конкретно означает этот лозунг? Это полная отмена института утилизбора в Казахстане, либо отмена его по одним позициям, допустим, на кабель, и снижение до адекватных тарифов на другие, допустим, на авто. И каково ваше отношение к такой проблеме, к такой теме, которая часто звучит в группе «Национализация оператора РОП?» Как ни странно, но может быть еще хуже, чем сейчас. Допустим, государство выкупит у оператора РОП за огромные деньги, но ставки сохранит. И ситуация еще будет хуже. Спасибо. «Нет утилизбора, на самом деле, это неправильно было бы сказать, чтобы все понимали, что мы за утилизационный сбор, мы за экологичность, но при этом мы против укрепительского утилизбора. Наша позиция очень простая. Утилизбор на автомобиле и на всю технику должен быть соответствовать с евростандартами. То есть 100-200 долларов, 100-200 евро ориентировочно, как во всем мире. Во всем мире именно такие стандарты. И мы говорим, что не надо ничего придумывать, надо делать именно то, как во всем мире происходит по утилизационным сборам. Мы против вранья, который сейчас есть. Мы против того, чтобы утилизбор смешивали с какими-то другими институтами по поддержке производства и так далее. Это все на самом деле не так, как оно декларируется. Поэтому мы именно против того, что сейчас показывается, декларируется, а не как есть на самом деле. В части национализации. Тут хотелось бы тоже отметить очень простой вопрос. Дело в том, что какая разница, это будет в государственную структуру оплачиваться в утилизационный сбор, либо в какую-то иную. Тут вопрос принципиально в том, что неправильно механизм сейчас выстроим именно от самого утилизационного сбора. Должен быть четкий, понятный, прозрачный механизм, по кому именно возится утилизационный сбор. Очевидно, что утилизационный сбор на кабель – это глупость, это выдумка лоббистов. Очевидно, что утилизационный сбор на строительную технику, которая сейчас засыпает до 6 миллионов сенгель, у нашей строительной техники не производится в Казахстане. Для чего помогать тому, чего нет. Утилизационный сбор на сельхозтехнику. Почему там вводится? Дело в том, что везде декларуют, что нужно высокотехнологичные инструменты для того, чтобы развивать сельхозпрохозяйство. Ну а какой высокотехнологичности может идти речь, когда огромные деньги не хотим оплатить утилизационный сбор на сельхозтехнику. Очевидно, из этого все очень просто. Это просто лоббирование чьих-то интересов. Мы против лоббирования, мы против отсутствия прозрачности. Ну вы все видели и слышали сами, поэтому каждый ваш лайк и коммент это голос в решении проблемы утилизационного сбора. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, пишите комменты. В огромных количествах делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях, чатах, мессенджерах и присылайте донаты, чтобы контента, как сегодняшний, было у нас как можно больше. Все, кто уже прислал или еще прислет, всем Койпрахмет. Огромное спасибо! То есть Бергамис мы делаем гиперборей вместе. На этом я с вами прощаюсь. До завтра. Вы увидите в среду первую часть интервью с Досомом Сатваевым. Сау бонус дар! А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на гиперборей. Грей, 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 гиперборей, грей, грей, грей. Это супер! Доброе. Про golpe.